По сути дела, начиная с 30 марта единая европейская валюта постоянно снижалась и за это время потеряла более 3% своей стоимости. Понятное дело, что происходит это исключительно в рамках продолжающегося тренда на укрепление доллара. Но любой тренд сопровождается регулярными откатами и коррекциями, а ничего подобного по единой европейской валюте не происходило почти уже три недели. И вчера, кажется, начался тот самый долгожданный отскок. Причем сегодня он даже проходил активнее, нежели вчера. Определенную поддержку единой европейской валюте оказали данные по промышленному производству в Европе, спад которого на 1,3% сменился ростом аж на 2%, при прогнозе в 1%. Однако нет никаких оснований полагать, что тренд на укрепление доллара завершился. Речь сейчас идет лишь о локальной коррекции. Главной движущей силой на рынке все же является политика Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка. Если американский регулятор уже приступил к повышению процентных ставок, то вот европейский по-прежнему ничего не меняет. Да и данные по промышленному производству окажут лишь кратковременное влияние, так как это результаты только за февраль. Нет никаких сомнений, что по итогам марта будет зафиксировано серьезное падение производства. Схожая ситуация с фунтом с той лишь разницей, что снижаться он начал заметно раньше, примерно с 23 марта. И за это время подешевел немногим более чем на 2%. То есть масштабы его снижения изначально были гораздо более скромными, нежели у единой европейской валюты. Да и никакой дополнительной поддержки в виде макроэкономической статистики он не получал, так что неудивительно, что масштабы его роста гораздо скромнее. Однако все это скорее всего является лишь временным явлением и уже в ближайшее время рост доллара возобновится. Давайте посмотрим на графики европейских валют. Валютная пара евро-доллар имеет откат от района опоры 1,0800. При всем этом движении нисходящий цикл, как и прежде, рассматривается трейдерами в качестве основного хода в среднесрочной перспективе. Несмотря на пробой уровня поддержки, трейдерам все еще необходимо получить подтверждение с рынка. Сигнал к продаже будет учтен в работе в момент удержания цены ниже значения 1,0750. До тех пор застой откат сохранится на рынке. Валютная пара фунт-доллар несколько дней подряд движется вдоль уровня поддержки 1,3000. Это движение указывает на характерную неопределенность среди участников рынка, которые стоят на пороге пролонгации среднесрочного нисходящего тренда. На торговом графике дневного периода наблюдается полное восстановление долларовых позиций относительно недавней коррекции. В данной ситуации застой в пределах психологического уровня 1,30 сменился на локальный откат. Это движение не нарушает тактовую составляющую нисходящего тренда. Сигнал к продаже фунта стерлингов и продолжение среднесрочного тренда будет получен в момент удержания цены ниже отметки 1,2950 на четырехчасовом периоде.